ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, бородаты! С вами всё так же Дёрти Дворф, и добро пожаловать в Дворф Фортресс. То, что вы сейчас видите, собственно говоря, и есть сама игра. Надеюсь, что ваши глаза не лопнут до того, как я закончу снимать учебник, иначе его будет просто некому смотреть. Сегодня с вами мы поговорим о горных работах, о рубке леса и о прочих важных вещах. И, кстати говоря, эти важные вещи – это то, чем вы будете заниматься на протяжении всей игры. И более того, это самые простые вещи, что в игре есть. Перед тем, как героически врыться в землю и так же героически начать рубить дерево, давайте немножечко осмотримся. В самой правой стороне экрана нас приветствует карта региона, которая, к слову, нам особо-то и не пригодится никогда. Поэтому давайте нажмём ТАП, чтобы от неё избавиться. И потом ещё раз нажмём ТАП, чтобы немножечко сжать нашу панельку с горячими клавишами, например. Чтобы осмотреться по карте, господа, используйте стрелочки. Как вы видите, это прекрасно работает. А для того, чтобы подняться или опуститься по Z уровню, нажмите Shift, после чего на русской клавиатуре это клавиша U, чтобы спуститься вниз. Разумеется, не отпуская клавиши Shift. И либо же клавиша B, чтобы подняться наверх, точно так же с зажатым шифтом. На этом основные горячие клавиши как бы немножечко заканчиваются. Господа, давайте разберём ситуацию, обыденную для новичка в двор Fortress. Допустим, вы рылись в землю. Рылись, рылись, рылись. Очень-очень упорно рылись до тех пор, пока у вас клавиатура, например, не сломалась. И теперь вы заблудились и не знаете, как к телеге вернуться. Чтобы это сделать, нажмите клавишу F1, и вас уже к тележке перенесёт. Удобно, не правда ли? Вообще-то назначаются с помощью горячих клавиш, но это мы разберём чуть позже. Что же ещё можно сказать про двор Fortress? Ну, во-первых, тут действительно восхитительный графон, который нравится абсолютно всем. Он гораздо лучше, например, чем в Майнкрафте, то есть как минимум на голову, а то и на две выше. Но он, может быть, для вас покажется немножечко мелковатым. И чтобы это исправить, покрутите колёсико мыши, так его можно приближать и отдалять. Правда, если сильно приблизить, он становится каким-то замыленным и некрасивым. Зато вот с таким вот приближением можно гораздо лучше всё рассмотреть. Что можно сказать? Вот эти вот стрелочки, пожалуй, это стрелочки, обозначают деревья. Стрелочки обозначают деревья. Точки же это что-то вроде травы или просто обычная земля. Дальше различные красивые синие волны, также синие такие треугольники. Это, собственно, вода, а треугольники плюс ко всему обозначают рампы. А теперь самое интересное. Управление дварфами. Как и в Dungeon Keeper и в некоторых других играх, мы здесь не можем отдавать приказы напрямую. Если нам, например, надо вырубить дерево, надо назначить то, что мы хотим вырубить дерево. Для этого надо нажать D, потом T, после чего отвести наш курсор в какой-либо угол, нажать Enter. Отвести его в другой угол, нажать Enter повторно. У нас выделится вся древесина, которую мы хотим вырубить. Что дальше? Дальше нам надо копать. Определенно, без копания мы никуда не уйдем. На начальных стадиях игры, собственно, вам хватит примерно 4 ямок. Может даже чуть побольше, чем 4 ямок, а может и чуть поменьше. Зависит от вас. Давайте подберем более удобное место, где вражеским осадом будет не очень удобно до нас добираться. Где можно будет построить какие-нибудь классные башенки, откуда наши бордачи будут их обстреливать. Я предполагаю, что это место где-нибудь здесь. Я рекомендую прокопать вам проход шириной в 3 тайла. Тогда караваны смогут проходить через него свободно и не будут нигде застревать. Длина коридора, господа, у вас может быть любая, которая вам нравится. Но я обычно ставлю плюс-минус 11 тайлов. Плюс после первых 11 тайлов, или сколько вы там поставили, нужно сделать как бы небольшую комнатку 5 на 5. Здесь у нас будет торговая точка. Дальше нужно сделать еще один проход. А его длина может быть точно такой же, как вы выкопали сначала, либо же чуть-чуть другой. Это зависит от того, как вам нравится. Практическая польза от этого на самом деле только минимум. После чего выкопаете еще одну комнатку 5 на 5. Там будет лестница. И разумеется, друзья, нам нужен склад. Не надо делать его шибко большим. Я думаю, что хватит примерно на вскидку где-нибудь. Ну, вот столько вот. На начальных стадиях нам должно хватить по самое во. Плюс ко всему нам нужен могильник. Потому что надо же будет дварфам куда-то скидывать вонючих дохлых трупов, чтобы они воняли вне крепости. Некоторые ставят могильники на улицах, но мне это неудобно. Я ставлю внутри крепости, но делаю там шлюз. То есть надо выкопать такой проход в 3 тайл длиной. Там будет стоять 2 двери с каждой стороны, чтобы миазма не выходила за его пределы. Я думаю, что 9 на 9 будет вполне себе достаточно. Дальше нам нужна лестница вниз. Чтобы ее выкопать, нужно нажать J. Ну что же, господа, теперь выйдем из предыдущего меню и нажмем Space. То бишь пробел, чтобы снять игру с паузы. И наши бородачи примутся за работу. Кстати говоря о работе. В Dwarf Fortress, в той же оригинальной версии, разумеется, можно назначать дварфам работу вручную. Это немножечко неудобно, но давайте я вам продемонстрирую, как это сделать. Чтобы это сделать, надо нажать клавишу V. Потом выбрать интересующего нас дварфа. Например, вот этого. После чего нажать P. Здесь мы можем, нажав клавишу L, посмотреть то, чем он занимается. И в этом меню вы можете сами назначать нужные вам профессии, ориентируясь с помощью клавиш плюс и минус на нампад клавиатуре. Но есть и более удобный способ для тех, кто не хочет удручать себя столь сложными обязанностями. Этот способ называется Playziny Pack. Туда входит интересная программа под названием Dwarf Насильник. Достаточно ее только открыть. Здесь у нас будет графический интерфейс, где можно будет назначать дварфам профессии. Почти все то же самое, что в оригинальном меню Dwarf Fortress, только гораздо более удобно. Первым делом, с шахтеров надо снять обязанности по переноске различных грузов, чтобы они не утруждали себя этой гадкой работой, а занимались четко тем, что они должны делать. То есть выкапывали нам пещеры. Так, отключим им переноску, после чего нажмем на Comet Changes. Все, изменения сохранились, теперь наши бородачи будут только копать, не более того. И вот, что я вам расскажу, господа, напоследок. Допустим, у вас случился ужасный кошмар. Вы потеряли важного дварфа и не можете его найти, и не знаете, что делать, прямо так и рвете на себе волосы. В принципе, эта проблема тоже решаема. Пожалуйста, не нервничайте. Чтобы это сделать, нажмите на клавиатуре клавишу U, после чего выберите интересующего вас дварфа. Допустим, нам нужен наш лесоруб. Вы его выбрали и хотите его найти. Чтобы это сделать, нажмите клавишу C. Что же, господа, наши бородачи занялись раскопками, и не думаю, что нам стоит пристально за ними наблюдать. С этим особых проблем не будет. Я пока расскажу еще про нечто полезное, а именно, про создание пастбищ. Дело в том, что в нашей телеге ведь были какие-то живые твари, которые эту телегу везли. Например, какой-нибудь гусь. И, соответственно, нам обязательно нужно сделать для них пастбища, чтобы они не сдохли от голода. А ведь такое частенько случается. Создать в этой игре пастбища очень и очень легко. Для этого надо нажать клавишу I, после чего отвести курсор в первый угол, нажать Enter, отвести курсор во второй угол и снова нажать Enter. С этим вы уже знакомы. Теперь у нас появилась такая вот Activity Zone. И что нам с ней надо дальше сделать? Назначить ее пастбищем, разумеется. Чтобы сделать ее пастбищем, достаточно лишь навести на нее курсор и нажать N. Поздравляю, теперь она стала пастбищем. Но тут не все так просто, господа. Пастбища пастбищем, но никакие животные на нем пастись пока не будут. Их надо назначить самим. Чтобы это сделать, на уже готовом пастбища нужно нажать Shift и, не отпуская Shift, снова нажать клавишу N. Посмотреть, какие твари у нас тут живые есть. У нас два боевых пса, четыре кошки. Плюс ко всему у нас здесь верблюд и як. Я полагаю, что верблюд и як это как раз таки те, кого нам от пастбища следует назначить. С помощью numpad клавиатуры выбираем их и нажимаем Enter. Теперь они будут пастись на нашем пастбище. И, наверное, одна из последних вещей, про которую я бы хотел вам рассказать, это общественные зоны. Общественные зоны это где тусуется дварфы, которым нечего делать. Самая первая общественная зона, которая у нас есть, она является общественной зоной по умолчанию, это телега. И она будет общественной зоной ровно до тех пор, пока телегу мы не снесем. Чуть позже, разумеется, мы уже построим себе нормальную общественную зону, а телегу уже уберем. Но это будет чуть-чуть позже. Ну что же, господа, теперь, я полагаю, стоит немножечко рассказать про склады. Что нам надо про них знать? Первым делом, конечно же, нам надо знать, как их построить. Чтобы создать новый склад, нажмите на клавиатуре клавишу P. После чего выделите необходимый нам регион, вы уже сами знаете как. Хотя подождите, господа. Прежде чем выделять регион, нажмите клавишу C. Тогда вы сможете задать настройки склада сами. Выделяем наш регион и создаем склад. Теперь у нас есть просто прекрасный склад, и мы не знаем, что с ним делать. А делать-то с ним особо много ничего и не надо. Достаточно нажать клавишу Q, навестись на склад, Нажать S и, собственно, выбрать то, что мы на складе будем хранить. Поскольку у нас это будет универсальный склад, мы положим сюда почти все. Но не все. Если мы положим все, будет немножечко нехорошо. Здесь нам нужны животные. Чтобы их добавить, нажмите клавишу I. А для тех, кто не знает английского, это E. Животные. Мебель. Боеприпасы. Монетки. Железные слитки. Ну, не только железные, а просто различные металлические слитки. Готовые товары. Кожа. Ткань. Дерево. Оружие. И броня. Нам не надо пока драгоценные камни здесь складировать. И не надо складировать обычные камни. Ни за что, господа. Никогда не создавайте склады под обычные камни. Ваши дворфы просто умрут от вечного перетаскивания камней. А вам это вряд ли надо. А также трупы и остатки. Останки. Остатки. Пожалуй, все-таки останки мелких животных не стоит хранить на одном складе с остальными продуктами. И еду тоже не стоит хранить на большом-большом складе. Для этого мы позже создадим отдельный склад. Плюс, давайте все-таки организуем наш могильник. Точно так же, как мы только что сделали наш главный склад. Выделим нашу зону. Потом, уже знакомыми нами комбинациями, зададим ее под склад Корпсес. И Refuse. Все. Мы создали могильник. Мы молодцы. И как вы видите, эти белые точки и серые звездочки, это у нас драгоценные камни. И просто обычные камни, которые нам немножечко мешают. Давайте от них временно избавимся. То есть спрячем. Чтобы спрятать ненужный нам элемент, нажмите на клавиатуре клавишу D, потом B, и после чего H. А уже тогда выделите ваш регион, где вы хотели бы спрятать камни или что-либо еще. И нажмите Enter. Все. Наши камни пропали. Теперь, я думаю, господа, стоит уже заканчивать этот немножечко затянувшийся учебник. Я рассказал вам об основах игры. В следующем выпуске я расскажу вам еще что-нибудь интересное. Ну а теперь, чтобы выйти в главное меню и при этом не потерять свою крепость, нажмите Escape, выберите пункт Save Game и нажмите Enter. Потому что последний пункт просто закроет вашу крепость. Ну в смысле как закроет? Вы ее просто свернете. Уйдете из нее, если хотите так говорить. Такие дела. Ну что же. С вами был Дети Дворф. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и рассказывать про нее своим друзьям. Ведь я хочу, чтобы бородачей было как можно больше, а? И еще, господа, заходите в официальную группу грязного Дворфа. Говорят, там порой можно выиграть игры. А еще послать Дворфа нахрен, когда он скажет, что обзор будет не скоро. А кто же не любит этого делать, а? И запомни, дружище, подписался на канал? Бородатым сразу стал! Субтитры сделал DimaTorzok